Всех приветствую, мои дорогие! Накопились у меня покупки из магазинов Подружка и хочу показать, что я приобретала. И начну, как всегда, с менее интересного, и потом мы перейдем к более интересному. Из корзины от марки Дека или Деко, не знаю как правильно, приобрела стакан-помпу для взбивания пены. Как вы видите, стоил он 209 рублей, потом они долгое время шли по желтой цене, то есть со скидкой 50%. Отзывы были хорошие, поэтому, когда я в корзине увидела этот стакан за 50 рублей, я решила, что я возьму, попробую. Вот такая здесь информация. Давайте посмотрим на сам стакан. У кого есть подобные, пожалуйста, напишите, как он вам, используете ли вы. Вот такая конструкция. Буду пробовать. За 100 рублей из корзины приобрела ухаживающий эликсир. Первоначально, мне кажется, он стоил или 369 рублей, или как-то так. По желтой цене, насколько я помню, не стоял. Я просто на сайте увидела, что поменялась цена. Также я увидела, что хорошие отзывы. И поэтому, когда обнаружила, что стоит в корзине за 100 рублей, то решила тоже взять попробовать. Для поврежденных волос, питание и блеск, восстановление повреждений. Объем здесь 75 миллилитров. Вот такая информация. Буду пробовать. Из корзины за 50 рублей от Сьез приобрела бальзам для тонких волос, лишенных густоты. Более легкое расчесывание, пятикратные эффекты, густота, объем корней, сила, гладкость, сокращение выпадения волос. Объем 500 миллилитров. Насколько я помню, шампуни и бальзам из этой линейки также какое-то время продавались по желтой цене. Ну и то, что было не распродано, ушло в корзины. И вот я взяла бальзам. 50 рублей. Срок годности, как вы видите, хороший. Информация меня заинтересовала. Тоже буду пробовать. За 50 рублей тоже из корзин от марки Эвелин приобрела ультраочищающую пилинг-скатку. Информация также меня заинтересовала. Срок годности хороший. Тоже буду пробовать. Я скатками пользуюсь. И подобную еще не пробовала. Объем здесь 100 миллилитров. Дальше хочу вам показать очередные фигурки. Взяла для своей младшей дочки. Она любит подобные играть. Каждый стоил 15 рублей. Мне кажется, до сих пор разные фигурки продаются. За 50 рублей из корзины приобрела повязку. Стоила она 199 рублей. Но в корзину за 50 рублей пошла. Повязка на голову для косметических процедур. Я решила, что в любом случае лишней не будет. Давайте тоже посмотрим. Вот так она выглядит. Здесь на липучке. Вот такая повязка. Что-то прицепилось. Следующее, что я вам хочу показать. Это будут такие, как конфетки. Вы знаете, изначально на сайте на них цена была 119 рублей. За упаковку. И я их приобретала в магазине. Они были с разными вкусами. И как бы мне вот упаковка обошлась. Вот стоила эта упаковка 119 рублей. Ну и минус скидка 20% по карте у меня с утра была. И что самое интересное. Потом уже спустя время я была в магазине. И смотрю, там уже вот такая упаковка открытая лежит. И 119 рублей стоит каждая коробочка. И видимо изначально и на сайте, и в магазине ошиблись. И продавали вот за 119 рублей целую упаковку. В которую входит 6 вот таких коробочек. Сейчас на данный момент именно одна вот такая коробочка стоит 119 рублей. Давайте вместе с вами откроем. И я вам покажу, как это выглядит. Я такие конфетки изначально увидела у Гали. Вот, девочки, смотрите. Я достала из упаковки. Вот коробочка. Вот мне вся коробочка обошлась за 119 рублей минус 20%. И, как вы видите, в этой коробочке 6 вот таких коробочек. А сейчас в магазинах вот эти коробочки стоят вот в таком виде. И 119 рублей стоит вот такая одна упаковочка. Не целая коробка, как вот мне обошлась, а вот такая одна упаковочка. То есть изначально, видимо, какая-то у них ошибка была. У меня, как вы видите, со вкусом манго. Вот 6 здесь. Давайте покажу, если здесь есть какая-то информация. Поэтому, если вы будете заказывать на сайте, то имейте в виду, что 119 рублей не целая коробочка, а вот одна вот такая упаковочка. Вот такая здесь информация. Освежающие дрожжи. Давайте с вами одну откроем. Мне самой интересно. Хотя я у Галечки видела, как это все выглядит. Сейчас я постараюсь побыстрее открыть. Сами коробочки, конечно, тоже хорошенькие. Так. Вот срок годности. Так. Вот, девочки, я думаю, видно. Там такие как... Похожи на какие-то таблеточки или дрожжи. Я сейчас не буду прям особо трясти. Вот так выглядит. Ну, я видела, что Галя эту коробочку потом стала использовать под тени. Я думаю, мне тоже такие коробочки в дальнейшем пригодятся. За 15 рублей из корзины приобрела ручку. Здесь такое пушистое сердечко, приятное. Мне кажется, периодически ручки за такую стоимость уходят в корзины. Я просто не все приобретаю, но периодически я вижу в магазине. Следующее, что я вам хочу показать. Я поучаствовала в акции от марки Esfolio. Если вы приобретаете товар на сумму 599 рублей, то вам в подарок идет кружка. Давайте я сначала покажу, что я приобрела. Единственное, девочки, прежде чем приобретать, уточняйте, есть ли подарок в магазине. Потому что вы можете сделать покупку, на кассе окажется, что подарков уже нет. Я всегда сначала уточняю, есть ли подарки еще в наличии. Я приобрела маску. Эта маска стоит 599 рублей. То есть мне как раз ничего даже добирать не пришлось. И, естественно, у меня по карте была скидка 20%. Поэтому мне эта маска не в 599 рублей обошлась, а на 20% дешевле. Эти маски представлены в трех вариантах. То есть есть, где на упаковке изображена корова. Это идет маска с молочным белком. Есть, где хрюшка изображена. Это маска с коллагеном. И вот я выбрала маску с улиткой, скажем так. Давайте я вам покажу информацию. 100 грамм здесь. Я отзывы читала прямо с телефона в магазине. Это ночная маска желейная с улиткой. 100 грамм. Вот такая информация. Из трех представленных вариантов, ну, по описанию мне показалось, что для моей проблемной кожи маска с улиткой наиболее подходит. Вы видите, что здесь написано, отлично справляется с такими недостатками, как акне и угревая сыпь, загрязненные поры, различные виды пигментации, возрастные изменения и даже шрамы. Ну и всю остальную информацию, кому интересно, можно поставить на паузу и прочитать. Девочки, я пока не буду открывать. Я вам единственное могу показать, как сама баночка выглядит, если у меня получится, да, получилось быстро открыть. Давайте покажу. Потому что у меня сейчас, ну, достаточное количество открытых масок. Я думаю, видно, вот, я так понимаю, что в виде желе эта маска. Давайте тоже срок годности посмотрим. Срок годности хороший. Маски я люблю, в том числе и ночные. Конечно, буду с удовольствием пробовать, пользоваться. И давайте покажу кружку. Маску мы поставим сюда. Кружка вот в такой коробочке. Кружки представлены в двух вариантах. Я, конечно, уже доставала. И я попросила в определенном варианте. Вот такая здесь информация. И давайте я вам покажу кружку. То есть там, вот, девочки, во-первых, ложечка тоже идет в комплекте. И вот кружка. Видите, у меня как бы трехцветная кошечка. А есть еще вариант, где котик, по-моему, с голубым шарфиком. Ну, я спросила, есть ли вот такой вариант. И вот, как вы видите, в том магазине, где я приобретала, были оба варианта на тот момент. Я сначала хотела на сайте заказ делать. Ну, у меня, знаете, появилась надпись, что подарков уже нет. Хотя я, по-моему, второго числа пыталась сделать заказ. Поэтому на сайте я не стала заказ делать. И в итоге спросила в магазине, есть ли подарки. Мне сказали, что да, есть. И вот я сделала покупку. Покупки это все были не за один день сделаны. В разных магазинах, в разные дни. Так, девочки. Ну, вот ложечка. Я даже не вижу, куда. Я за телефоном не вижу, что это. Вот. Мне кажется, очень милая такая. Я люблю все подобное. Я как-то тоже в подарок по акции получала кружку от Эпью. Если вы помните, там крышка и на крышке такой котик. Ну, у меня, к сожалению, сама кружка разбилась. Ну, надеюсь, что вот это мне дольше прослужит. Следующее, что я вам хочу показать. Из корзины за 99 рублей тушь от Maybelline. Приобрела. Туши, вижу, периодически уходят в корзину. Но я не всегда приобретаю. Девочки, вот так покажу. Где-то тут срок годности был. По-моему, вот здесь. Мне кажется, я смотрела, срок годности хороший был. Я надеюсь, что видно. По-моему, до 22 года. Также из корзины за 99 рублей, как и тушь, приобрела тональный крем от Max Factor в номере 40. Вот на той неделе видела тональные кремы, по-моему, от Maybelline. В каких-то номерах уходили в корзину. Но там были не мои оттенки. Поэтому я брать не стала. Тоже здесь срок годности хороший, как вы видите. У меня тональных кремов в запасе практически не осталось. Поэтому я решила, что мне надо. Дальше покажу вам карандаш. От марки Bourjois. Его я приобрела для своей сестренки. Ей подобные очень нравятся. Поэтому я свочи не буду рисовать. Сейчас в подружке на сайте, в розничных магазинах на марку Bourjois идет скидка 50% на весь ассортимент. Я не знаю, просто эта скидка на какое-то время или, может, выводит марку. Мне сложно сказать. Ну вот, я для сестренки приобрела со скидкой 50%. Этот карандаш стоил 159 рублей. Вот так я вам покажу. Свочи делать, естественно, не буду. Ой, девочки, извиняюсь. Волос какой-то прицепился. Насколько я знаю, что Bourjois представлена не во всех подружках. Из многих магазинов почему-то в свое время марку вывели. Ну и вместо нее какие-то другие марки появились. Так, следующее, что я вам покажу, это также из корзины за 99 рублей от марки Laveli. Приобрела я вот такой набор. Черный гель-лайнер для контура глаз. Насколько я помню, здесь карандаш. Вот набор для макияжа в оттенке глубокого черного. Давайте вместе откроем с вами, посмотрим. Ой. Я знаю, что на той неделе в корзины ушла палетка от Maybelline. Знаете, такая их вот как обычная линейка The Nude. Я видела, во многих магазинах она была на остатках. Мне, если честно говоря, было лень куда-то ехать. У меня эта палетка есть, поэтому я не поехала, не стала даже приобретать, искать. Так, я открыла. Меня спрашивают, где я смотрю информацию. Я на сайте, захожу в каталог, в раздел сейл. И обычно там, ну, как бы, выходит весь товар, на который есть какая-либо скидка. Я уже, если есть время, смотрю. Ну, естественно, там товары, на которые вот временная скидка, ну, например, на какую-то марку скидка 20%, к примеру, да, какой-то период. И то, что уже давно могло уйти в корзину, там же, в этой же выборке висит. Вот, и то, что по желтым ценам идет, и я уже из этого, если есть время, смотрю сначала, что уходит. Если что-то для меня есть интересное, я смотрю, ну, есть ли на остатках в моем районе или в ближайшем магазине. Девочки, вот такой набор. Здесь кисть, здесь, по-моему, это карандаш. Сейчас мы с вами посмотрим. Да, это карандаш. Естественно, если товар есть на остатках, это не стопроцентная гарантия, что он будет в магазине, потому что, ну, могли остатки не снять или неправильно снять. Мог товар, ну, как я понимаю, в брак уйти, но числится на остатках. Его просто даже могут перед вами купить, потому что, ну, в корзины уходят не в большом количестве и не во всех магазинах. Потому что в каких-то магазинах за полную цену товар раскупается, в каких-то по желтой цене. И вот если где-то что-то там остается, как я понимаю, ну, или, например, вот, ну, к примеру, по всей Москве осталось, например, по одной палеточке в пяти магазинах. И больше эти палетки не планируются завозиться. И я так понимаю, тогда эти палетки тоже могут раз и внезапно в корзину отправить. Ну, это мои вот личные наблюдения. Девочки, я не буду сейчас подводку открывать, чтобы она раньше времени не начала засыхать. Ну, как открою, обязательно вам в косметичке покажу. Давайте дальше посмотрим. Так, дальше покажу вам, наверное, тоже из корзины ушла в корзину лимитированная коллекция от Catrice. За 150 рублей приобрела я из этой коллекции кисть. Кисти тоже, знаете, то за 69 рублей в корзину идут, то по 150 рублей. Давайте откроем, посмотрим. Это кисть для хайлайтера. Вот так она выглядит. Здесь я отлеплю, потому что я ее в любом случае буду сама использовать. У меня на самом деле очень многое уходит на подарки. Вот, если вы помните, например, я из корзин тоже покупала разные подарочные наборы. У меня в итоге три набора на Новый год воспитателем ушли. Один набор на день рождения ушел до Нового года. Вот, недавно мы на двойной день рождения ходили. У меня три набора тоже ушли. Еще кое-что ушло из ухода и из декоративки. То, что я в свое время в подружке приобретала, и у меня новое лежало. Поэтому на самом деле, ну, что-то близким моим уходит. И зачастую даже то, что я изначально думаю, что я сама буду пользоваться, сама попробую, в итоге, ну, скажем так, мне даже не остается. Дальше покажу жидкий хайлайтер. Я его пока открывать не буду. Тоже из лимитированной коллекции. За 99 рублей из корзины приобрела. Были они представлены в двух вариантах. Я видела, ну, и в первом, и во втором. Но взяла только в одном варианте. И таких хайлайтеров я в корзинах видела много. Ну, по крайней мере, там, где я была. Пока не буду открывать, потому что у меня сейчас есть в использовании средства. Ну, когда открою, конечно же, обязательно вам покажу в косметичке. И, девочки, я зачастую, он у меня, кстати, в номере C02, стараюсь, если вижу что-то в корзине или по желтым ценам, стараюсь фотографию разместить в сториз, в инстаграм, чтобы вы тоже, ну, возможно, сходили в свой магазин и приобрели что-то. Следующее, что я вам хочу показать. Думаю, с чего начать. Давайте, наверное, покажу румяна. Тоже из лимитированной коллекции Катрис. По 99 рублей. Они были представлены в двух оттенках. И вот как раз в двух оттенках мне удалось приобрести. Так, первая у нас в номере C02. Если вы помните, я такие приобретала, ну, как бы за полную цену, минус скидка по карте. Поэтому эти я пока положу в запас. А вам свотч сделаю из своих, которыми я пользуюсь. Вот моя палеточка. Мне эти румяна нравятся. Как на мне смотрятся. Они, кстати, вот так ярко, ну, если, конечно, не переборщить, на коже не смотрятся. За полную цену минус скидка по карте из этой коллекции я как раз только вот одни румяна и приобрела. Ну, как вы видите, удалось мне все приобрести из корзины. И вот такие румяна. Они уже идут в номере C01. Вот, кстати, если смотреть по остаткам, в этом оттенке, ну, в основном везде разобраны они были. Ну, мне кажется, что если бы подружка не в корзины сразу эту коллекцию отправила, а хотя бы на неделю по желтым ценам поставила, то, может, в корзину бы ничего бы и не ушло. Потому что, ну, достаточно долго эта коллекция была представлена на стендах. Соответственно, за полную цену многое было раскуплено. Ну, потом как-то они раз их и в корзину отправили. Хотя могли бы неделю, на неделю поставить по желтым ценам. И я думаю, что в корзины у них бы тогда намного меньше бы всего ушло. Также в этой коллекции были представлены хайлайтеры в четырех оттенках. И во всех четырех по 99 рублей я приобрела. Тестеров не было у этой коллекции. Поэтому я не знала, какие здесь оттенки, не представляла их вживую, скажем так. Первый в номере C01, вот с таким названием. Ну, поэтому решила все четыре взять. Вот такой рисунок. Давайте с вами посмотрим. У меня тут они не по порядку лежат, поэтому следующее мы посмотрим C04, вот с таким названием. Мне кажется, вот полная стоимость, что у румян, что у хайлайтера была, ну, как-то вот, или 525 рублей, или около того. Упаковки, конечно, простенькие. Ну, я хайлайтер использую. За полную стоимость я крайне редко, когда что-то приобретаю. А за 99 рублей неплохая возможность что-то попробовать. Ну, естественно, из корзин я тоже далеко не все беру, не все мне нужно. Это у нас C03, вот с таким названием. И номер C02. Вот такие оттенки. Следующее, что я вам покажу, это однушка теней от Essence. Стоила она 240 рублей. Я ее приобретала, когда на декоративную косметику была скидка 25%, поэтому мне эта однушка обошлась в 180 рублей. У меня в номере 17. Вот такое название оттенка. Вот так выглядит. И давайте с вами посмотрим. Я уже давно смотрю на эти тени и, наконец, решила приобрести. Очень люблю подобные оттенки. Вот такая красота. И последнее, что я вам хочу показать. Это палетка теней от Essence серия города Токио. По-моему, такая палетка стоит 831 рубль, если я не путаю ничего. Но мне она обошлась на 25% дешевле, потому что я ее также приобретала, когда на декоративную косметику была скидка 25%. Такое оформление. Название. Вот так она выглядит. Зеркало. И давайте с вами смотреть на оттенки. Вот такая гамма. Вот этот, мне кажется, интересный оттенок. Смотрите, как красиво смотрится. Так. Следующие. Так. Следующие. Давайте вот этот наберем. Вот такие оттенки. И в моей коллекции теперь есть все палетки города, кроме одной. Вот такая красота. И это все покупки, которые были у меня за последнее время. Все, что я вам хотела показать и рассказать. Буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...